Всем большой привет! Меня зовут Валентина и сегодня я снимаю видео на тему важной и полезной информации о переезде в Европу украинских беженцев. Я специально написала сценарий к этому видео, он мне подписан в блокноте, поэтому буду подсматривать, чтобы не упустить важную информацию. Как вы сейчас знаете, Украина переживает тяжелые времена и не хочется эмоционально погружаться в эту тему. Еще раз я предлагаю для вашего внимания свой путь эвакуации из Украины в Европу. К поездке я была готова теоретически опираясь на опыт моих знакомых, а также на интернет-ресурсы, на информацию из интернет-ресурсов. Теперь, оказавшись в Германии, я могу поделиться реальной пошаговой инструкцией. Верно, что информация из первых уст поможет вам выбрать проверенный маршрут и ускорить процесс, позволяя избежать некоторых оплошностей и ошибок. Это сбережет ваше время, нервы и деньги. Военные беженцы вынуждены погибать Украину в разных направлениях. В той точке города Мариуполя, в которой находилась я, единственный путь к эвакуации был через Россию. Границы мы проходили в районе Новоазовска, и там возникли первые сложности. Прохождение фильтрации и оправдывание документов на моих подопечных котов для пересечения границ с Евросоюзом. На таможне ДНР и России паспорта на животных не проверяли. Здесь был тщательный досмотр личных вещей, багажа, рентген автомобиля, а также собеседование с силовыми органами. Хочу искренне поддержать волонтерское движение и поблагодарить волонтеров на КПП, которые не только обеспечивают людей едой и напитками, но и заботятся о постатах. Нам дали с собой пеленки, корм и также поводки для выгула животных. В ожидании своей очереди очень больно было смотреть на детей и стариков, которые были выдернуты из привычной и стабильной жизни. По личным обстоятельствам пересекать границу мне пришлось два раза, и оба из них заняли по времени примерно 12-14 часов на автомобиле. Если проходить границу пешком, это в разы быстрее. Конечным пунктом нашей поездки мы выбрали Германию. Маршрут начинался из города Таганрог, и можно было сразу ехать через Ростов на Москву, но нам нужно было заехать в Краснодар. Там, кстати, очень хорошая платная дорога Ростов-Краснодар. Все наши коты ехали в специальных переносках, согласно законодательству Евросоюза. Мы ехали тремя машинами. В качестве навигаторов использовали гугл-карты и приложение Тугис. Со стороны нашей колонны выглядела, конечно, очень эпатажно. Простреленные машины без стекол, но с пленками и с дырками на капоте. Зная, что сайт-букинг в России не работает, возникли сложности с бронировкой ночлега. Первая ночевка была у нас в районе Воронежа. Совершенно случайно выбрана дорожная гостиница, отель с плохими условиями за 2500 рублей за номер и 5 кроватей. Зато в Подмосковье переночевали мы с комфортно. Большое спасибо родственникам наших людей. И отдельная история – это МКАД. Московская кольцевая автодорога. Это был второй день маршрута. После 700 километров дневного переезда, вечером мы оказались на кольцевой дороге с пятью полосами движения. На третий день мы двинулись в сторону границ с Латвией, Псковская область Убылинка. Это единственное место, где можно пересекать границу именно с Латвией, с животными. От Москвы до таможни примерно 500-600 километров. Поддержая КПП, примерно за 30 километров мы оказались на неаспортированной дороге. Либо этот участок не отремонтирован, либо мы ошиблись с навигатором. Но деваться уже было некуда. Прохожение таможни началось в 22.00. Русску мы прошли за 2-3 часа. Здесь на ленте просканировали вещи и проверили содержимое машины. Дальше мы проехали серую зону и оказались на латвийской таможне. Здесь сразу спросили при наличии животных и страховки на авто. С котами и их документами мы отправились к ветеринару, который проверил наличие прививок в паспортах и сделал чипирование. Кто не был привит от бешенства, на месте получает эту вакцину. Процедура абсолютно бесплатная. Мы оформили страховку и зеленую карту через сайт Hotline Finance. За 15 дней мы заплатили 756 гривен. Обязательное условие, иначе пересечение границы в дальнейшем невозможно. На сайте есть варианты и на другие сроки. Мы выбрали минимальный. Досмотр личных вещей на границе не производился. Некоторым людям из нашей группы задавались вопросы о сумме перевозимых средств, наличие закрытого паспорта, но ничего декларировать не предлагалось. Мы пересекали границы по внутренним украинским паспортам. Также на таможне мы увидели телефон горячей линии волонтеров в Латвии. По графику было указано, что они работают круглосуточно. Изначально мы пытались забронировать жилье через букинг, но вариантов поблизости не было. Поэтому мы набрали по указанному номеру. Время на часах было около 6.00. На звонок сразу ответили и перенаправили по другому номеру. Здесь нам сказали, что помочь ночевкой не могут. И сказали, что могут оказать только моральную поддержку. После сложного пути мы решили остановиться в ближайшей парковке и немножко отдохнуть. Около 9.00 утра мы проснулись и снова продолжили звонить на горячую линию. Здесь я рекомендую проявить настойчивость, чтобы добиться положительного результата. Так как на следующий день у нас был забронирован паром из Лиепае, это Латвия, до города Травимунда, это Германия, и об этом мы сказали по телефону волонтера, то нам предложили ночевку в городе Лиепае. Туда ехать надо было 540 километров, и примерно около 18.00 мы оказались на месте. Для бронировки номера нам нужно было отправить фотографии и паспортов. Когда мы приехали, нам выделили номер, состоящий из двух комнат, отдельные ванны и туалета, и кухни. Также нам предоставили бесплатно ужин. Здесь мы приночевали, и на следующий день нам дали набор завтрак, обед и ужин. На паром нужно гранировать места заранее. Мы прибыли в Эйпорт порядка 19.00, регистрация набором заканчивается в 20.00, потом нужно пройти регистрацию. Во время регистрации мы выяснили, что забыли указать о том, что передвигаемся с животными, а это нужно делать обязательно при броне, поэтому на месте сделали переброн. За счет того, что мы путешествовали вместе с котами, нам выделили каюту со спальными местами, а иначе 20 часов пути мы передвигались бы, сидя, как в самолете. Вечером на пароме не кормят. Он отправляется с порта в 22.00, работает на пароме только бар или ресторан. Там можно купить чай, кофе, либо какие-то алкогольные напитки. Ну, конечно же, всякие содовые, колы, спрайты тоже имеются в наличии. Очень переживала по техническому вопросу, как заехать на паром. Оказалось, что это очень просто. Машину нужно просто поставить на пятой палубе. Дополнительного крепления никакого не требуется. Паром сильно не качает, машины просто стоят на виду. Но к ним не выпускают, то есть рекомендуется вещи все изначально брать с собой, которые могут понадобиться в каюте. Учитывая километраж, который мы преодолели, то, что паром абсолютно бесплатный, очень выгодно перемещаться из Латвии до Германии. Бесплатный паром для украинцев. В Мунде мы прибыли около 18.00. Здесь прошли полицейский допрос и колонны обвинулись в ближайший город для размещения на ночлег. Здесь нам отказали, мотивируя тем, что мы приехали на машине, а значит, можем доехать до следующего города. У себя они, оставляя только жильцов без транспортных средств, либо тех, кто прибыл после 23.00. Ехав в следующий город, это искать на чай для беженцев, мы снова услышали отказ, хотя на сайте было указано, что с животными поселиться можно. Этого нам не разрешили. Молонтер был англоязычным. Они дали нам направление в следующий лагерь. Проехав почти 100 километров, мы поняли, что двигаемся не туда и решили не тратить время, а заехать в Гамбург. А вообще, окончательным местом нашего маршрута был город Штутгарт. В Гамбург мы прибыли около 12.00. Сразу отправились в лагерь, чтобы поселиться, нужно было сдать тест на коронавирус, несмотря на то, что почти все из нашей группы были вакцинированы. Поселились мы около двух ночи. Сам лагерь поселился бы огромное здание, разделенное перегородками в виде комнат. Кровати двухъярусные. Нам выдали по спальному мешку пакет с сухопарками. Также мы получили помощь душевыми принадлежностями. Что касается работы персонала, то все они были очень внимательные, но вот обстановка в лагере была сложной. Шумно, грязно, большие очереди. И самое удивительное для нас было то, что душ работал по 10 секунд. Утром мы выехали в сторону Штутгарта. Параллельно с нами туда выдвинулись наши знакомые, но они ехали немного впереди. Поэтому и добрались быстрее. И в Штутгарте им отказали в поселении, так как лагерь был переполнен. Они погуглили информацию и решили по отзывам ехать в город Мангея, где их приняли и поселили. Об этом они сообщили нам. Поэтому во время нашей дороги мы перестроили маршрут и отправились не в Штутгарт, а в Мангея. Сюда мы приехали около 21.00. И когда мы подошли к ресепшену, нам сказали, что мест наличия нет. Сказали ехать в другой лагерь. Но мы пока посовещались, пока сходили в туалет, пока опять собрались с колонной. Подошел волонтер и сказал, что может выделить нам три номера, но они не убраны. То есть если мы сами уберем, для нас не проблема, они нас засеют. Конечно же, мы согласились на такие условия. И вот до сегодняшнего дня мы находимся здесь. Нам очень нравится. Это бывший дом престарелых, Томас Хаус. Всех пожилых людей отсюда расселили. И этот дом в сентябре будут сносить. Хотя он идеальный и по ремонту, и по условиям. Но согласно законодательству Германии, в доме престарелых, венецианин, должны располагаться каждый в комнате по одному. А здесь такие большие номера, чтобы по два-по три человека приходится жить. Мы таким условиям очень рады. У каждого есть своя комната на семью. Отдельный душевая, туалет, у нас еще большая терраса. Но об этом я хочу снять видео иное. Это будет ролик под названием «Один день в Томас Хаусе», где я покажу с утра до вечера, чем мы здесь занимаемся. И вообще, заканчивая этот ролик, я хотела сказать, что я рекомендую всем украинцам, кто сейчас еще не выехал и остался на местах своего жительства, если есть возможность, выезжайте. Пусть это будет на время, либо кто хочет на ПМЖ. Но просто здесь очень хорошие условия, идеально встречают волонтеры. Пока что вообще не к чему прибраться. Здесь очень заботливо ко всем относятся и решают вопросы на высоком уровне. Если у вас остались какие-то вопросы, можете задать их внизу в комментариях. Радостно на них отвечу. Большое спасибо, что провели время со мной. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Всем хорошо вечером.